Дорожная авария Глава Мирного Александр Басыров, занимавший эту должность с 2012 года, ушел в отставку. Он покинул пост по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Временно исполняющим обязанности градоначальника назначен его заместитель по инвестиционной политике Клим Антонов. Выборы нового главы Мирного и депутатов городского совета пройдут в сентябре 2017 года. Прокуратура Архангельска считает, что водоканал нарушил законодательство и потребительские права горожан во время аварии на Тысячнике. Напомним, водопровод в районе пересечения улицы Северодвинской и проспекта Ломоносова прорвало 4 марта. В результате без воды более суток оставались жители многоквартирных домов Ломоносовского, Октябрьского, Соломбальского и Маймаксанского округов. Надзорный орган выдал предписание директору водоканала Эдуарду Смелову об устранении нарушения и проведении перерасчета потребителям. На площадках международного форума «Арктика. Территория. Диалога» пройдет рабочая встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова и его коллеги из Норвегии Берге Брэнди. Полноценных встреч у них не было с октября 2014 года. Тогда Норвегия присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза и приостановила политические контакты на высшем уровне. Еще в прошлом году глава МИД Норвегии заявлял, что не планирует визитов в Россию, а теперь связывает с форумом ожидания по восстановлению отношений с нашей страной. Сегодня журналисты и блогеры Архангельска отправились в гастрономический тур. Их принимали рестораны города, которые готовятся к приезду многочисленных гостей Международного арктического форума. По этому поводу шеф-повара разработали специальное арктическое меню. В его основу легли блюда традиционной северной кухни. Деликатесы из рыбы, выпечка с северными ягодами. И даже не поморские блюда ради форума приобретут северный колорит. Это винегрет с груздями. То есть овощи для этого винегрета мы специально запекаем. Вы можете обратить внимание, у нас там дровяная печь находится. Ежедневно мы запекаем эти овощи. А грузди нам привозят специально из деревень. Мы заказываем, то есть солят бабушки специально для нас. В первый день арктического форума в гостиных дворах откроется новая выставка Северного морского музея «Дом полярника». Над воссозданием интерьера и быта полярной станции 60-х годов научные сотрудники морского музея работали несколько недель. Зрителю представят самые необходимые предметы быта, различные приборы и инструменты. Сборно-разборную конструкцию самого дома сейчас монтируют на заводе. Выставка будет интерактивной. В апреле экспозиция переедет в Северный морской музей, где проработает до начала сентября этого года. Метеобудка, которая будет полностью восстановлена, все приборы будут рабочие, в нее можно будет заглянуть, можно будет провести измерения, узнать влажность, температуру. То есть практически провести те самые метеонаблюдения, которые полярники делали каждые три часа, включая день и ночь. Прием заявок для участия в Международном фестивале молодежи и студентов продолжается. Он пройдет в октябре этого года в Сочи. Проявить себя на форуме смогут все активные молодые люди. Там будут тематические площадки для политических дискуссий, творчества, спорта. В развлекательной части программы концерты и флешмобы. Фестиваль объединит около 20 тысяч делегатов из 200 стран мира. До середины апреля принимаются заявки на сайт. Затем из числа членов регионального подководительного комитета будет создана отборочная комиссия. Я думаю, что практически все члены войдут в эту комиссию. И будут два этапа – заочные и очные – проходить отбор участников. Сегодня в Архангельске стартовал фестиваль зимних видов спорта «Юный динамовец». Открывали соревнования фигуристки, среди которых чемпионки Архангельска, выпускницы детско-юношеской школы «Каскад». Участники фестиваля – дети до 15 лет. Состязания пройдут в четырех видах спорта – биатлоне, лыжных гонках, конькобежном спорте и шорт-треке. Сегодня прошли первые забеги биатлонистов и конькобежцев. Продлится «Юный динамовец» до воскресенья. Я занимаюсь второй год, и я уже выполнила третий разряд. Самое главное, что это фестиваль, на котором ребята познакомятся с другими. Самая главная задача фестиваля – это чтобы у нас после этих соревнований еще больше увеличилось количество занимающихся спортом. Ребята приходили в секцию и занимались. 14 и 15 марта Архангельский хоккейный клуб «Водник» проведет два домашних матча в рамках одной четверти финала Чемпионата России по хоккею с мячом. Соперником нашей команды станет «Уральский Трубник». В предыдущем матче с Трубником «Водник» одержал убедительную победу, семь раз поразив ворота противника. В серии команды играют до трех побед. Сейчас счет равный 1-1. Вход на стадион «Труд» свободный. Начало игры в 19.00. Завтра в Архангельске будет пасмурно. Днем небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер южный, умеренный. Температура до 2 градусов выше нуля. Тип погоды второй благоприятный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова